Новые послания, новые надежды. Глава государства выступил с посланием народу республики «Справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Президент Касым Жумар-Тукаев отметил, что было проделано немало системных шагов, нацелитых на повышение благополучия народа. И довольствоваться достигнутым нельзя. Впереди еще много работы. Обращаясь к народу Казахстана, глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, устранение дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политиками, улучшение инвестиционного климата и условий для введения бизнеса, полноценного раскрытия промышленного потенциала и многое другое. Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте нашей экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальные решения данной проблемы и нужно стимулировать банки вкладывать больше средств. Будут реализованы новые инициативы по повышению промышленного потенциала страны. Для этого правительство составило список из 17 крупных проектов. Глава государства заявил, что важно использовать собственное сырье, открывать заводы рядом с крупными предприятиями. Недавно я посетил Карагандинскую область и побывал на металлургическом комбинате «Кармет». С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась. Начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Саране было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других городах. Президент объявил следующий год годом рабочих профессий. За это время необходимо реформировать систему технического профессионального образования в этой сфере. Кроме того, не осталось без внимания проблема развития нефтегазохимической промышленности, повышения квалификации государственных служащих, состояние автомобильных дорог, развитие авиаузлов, улучшение экологической обстановки, повышение эффективности государственного управления. Карагандинцы выслушали выступления и ознакомились с новыми инициативами. Преподаватели вузов, сотрудники предприятий заявили, что возлагают большие надежды на решение задач, упомянутых в послании. Очень большое внимание, конечно, здесь уделялось и образованию. Это создание сети комфортных школ. Далее, сеть комфортных школ – это не просто. Это именно как раз мы подходим к мировому уровню. И далее, кооперация, сотрудничество с мировыми университетами, с несколькими, уже, так сказать, более десятка, которые приехали в Казахстан. Президент, каждое свое, вот в этом послании, каждый посыл, он как раз именно направляет народу. Потому что здесь он говорит, чтобы органы, это, значит, исполнительные и представительные органы обязательно прислушивались к голосу народа. Основными ключевыми моментами послания стало развитие именно промышленной отрасли, сельскохозяйственной, социальной, финансовой. И отрадно, что в этом году были озвучены, что именно на фискальной политике государства в прошлом году было дано поручение разработать нового налогового кодекса. И вот сегодня президент озвучил, не торопиться разработке этого важного документа, потому что сейчас ожидаются еще лучшие изменения. Правительство должно рассмотреть возможность набора на государственную службу выпускников колледжей. Особое внимание следует уделить и подготовке ребенка к школе, отметил глава государства в своем послании.